Жители Неницкого округа станут первыми в стране, кто сможет воспользоваться новейшими технологиями в области телекоммуникации, энергетики и медицины, разработанные учеными Московского физико-технического института. Его сотрудники готовы реализовать свои идеи на территории субъекта. Первые результаты масштабного проекта северяне смогут увидеть уже в конце года. Об этом представители ВУЗа заявили на итоговой пресс-конференции. Подробности расскажет Александра Литкова. За три дня группа ученых из 14 человек посетила морской порт, метео- и электростанцию, Неницкую окружную больницу, аварийно-спасательный центр, а также муниципальное предприятие «Север-Жилкомсервис». Делегация поделилась на три группы по направлениям – телекоммуникации, энергетика и медицина. Наш регион стал первым субъектом, на территории которого представители института занимаются вопросами развития Арктики. Здесь есть мотивация, во-первых, мотивация серьезно что-то менять, обновлять, и не ради осваивания бюджета, а ради того, чтобы дополнительная эффективность от инновации, она бы и сама купалась, и дала бы резерв для того, чтобы в целом ситуацию исправлять. Потому что, насколько я уловил цифры, 38 изолированных поселков, примерно 150-160 в сумме дизелей, ну, там, разной мощности, вот, соответственно, ну, работ достаточно много. В рамках своей работы научные сотрудники Московского института побывали в поселке Амдорма и на Варандейском терминале. Там специалисты планируют разместить оборудование для обеспечения спутниковой связи и протестировать его на судне, которое базируется в местном порту. А по прибытии в Амдорму делегация посетила стратегически важные объекты, в том числе аэропорт, морской порт, дизельную электростанцию и ветропарк. Здесь ученые намерены повысить эффективность работы ветродизельного комплекса, а также установить арктический телескоп для наблюдения за космическим пространством. Это оптические телескопы для наблюдения за космическим пространством. Дело в том, что чем мы находимся ближе к полюсу, тем более эффективно размещение телескопов в связи с тем, что, ну, скажем, здесь сходятся орбиты космических аппаратов все близко к точке. И можно, допустим, одним телескопом захватывать гораздо больше объектов, чем мы захватываем, ну, к примеру, ближе к экватору, если размещаться. Это средство освещения так называемой ледовой обстановки, то есть это беспилотные летательные аппараты, скорее всего, вертолетного типа, для проведения так называемого подоблачного сканирования, то есть строительства моделей, создания моделей движения льдов. Это нужно для осуществления проводки судна по Северному морскому пути. Кроме того, по словам ученых, порт Амдермы идеален как опорная точка Арктики для развития Северного морского пути. В связи с изменением климата он перестал замерзать, а это несомненный плюс для движения судов в любое время года. Порт Амдерма идеален для развития по одной причине, значит, он не замерзает. На сегодня климат меняется так, что он практически льдом не покрывается там. Это как для развития Северного морского пути, так и для военных. Прекрасная вещь. Это данные с места, с местной климатической станции, значит, люди там круглогодично наблюдают. А максимум это такая корочка ледяная и вот такая каша, шуга, да. Что касается медицины, то уже в середине ноября ученые намерены запустить мобильный комплекс автоматической обработки флюорографических снимков, который будет работать посредством телемедицины в отдаленных населенных пунктах округа. Мы понимаем, что он будет располагаться здесь, на Рианмаре. То есть данные, которые получаются от рентгеновского аппарата, через каналы связи будут отправляться в МФТИ. И в МФТИ автоматически обрабатываться и уже приниматься решением. Привлекать отдельного рентгенолога здесь, либо, значит, человек здоров, и, значит, этот снимок наложится просто в архив. Человеку, с человеком дальше не работают до следующего обследования. Также в перспективе использования на территории региона средств освещения ледовой обстановки. Это беспилотные летательные аппараты. Они будут проводить подоблачное сканирование и создавать модель движения льдов. Полученные данные помогут судам беспрепятственно проходить по Северному морскому пути. Мы смотрим на присутствие здесь делегации инновационного университета российского, московского физтеха, как на точку роста региона. МФТИ на сегодняшний день развивает арктическую программу Российской Федерации по следующим основным направлениям, которые, как мы считаем, очень применимы в округе. Это и автономная энергетика с использованием энергии ветра, солнца, накопление энергии, с самыми современными способами энергии, водорода и так далее. Это для нас очень актуально, в существовании того, что у нас ряд населенных пунктов, собственно, обеспечивается энергией автономно. И там есть и резервы для экономии, есть и резервы для технологических улучшений, и экологических, и каких угодно. То есть это в чистом виде нашей повестки. В региональной администрации отметили, все работы научных сотрудников проводятся за счет средств федерального бюджета, а проекты будут реализованы в течение двух лет. В скором времени с московским институтом планируется подписать меморандум о сотрудничестве. Инициатором является руководство Ниньского округа.